Здравствуйте, друзья! Перед вами разобранная система матрицы телевизора Philips с диагнозом то, что у него не работает подсветка, то есть нет изображения на экране, а звук при приёме телепрограммы есть. Но не спешите заказывать систему подсветки в сборе. В данном телевизоре Philips есть другая неисправность, которая приводит к пропаданию подсветки на экране. Если вы проверили светодиоды и они у вас все светятся по отдельности или с целыми планками в сборе, то, скорее всего, вам заказывать планки подсветки и менять светодиоды не придётся. Дело в том, что в телевизорах Philips планки соединяются вот такими вот колодочками разъёмов и настолько ненадёжны, что они начинают подгорать в месте соединения. Соединены планки и соединены сами планки с распределительной платой. Если вы эту колодку соединительную удалите, наверняка в некоторых местах вы увидите подобную картину. То есть потемнение контактов, подгорание и, соответственно, потеря проводимости в данном месте. И даже если вы уверены в том, что отсутствие изображения было вызвано неисправностью именно светодиодов, и вы их нашли и заменили, или заменили планки в сборе, не стоит обратно ставить штатную систему соединения в виде колодок, потому что со временем это наверняка приведёт к подгоранию и опять отсутствию подсветки, что поведёт к новой разборке телевизора. Ну и если вы всё-таки выяснили, что ваши светодиоды на планках все живые, то есть замены планок не требуется, то вот эти вот колодочки необходимо удалить. Для того, чтобы снять эти колодки, не разбирая полностью всю подсветку, нужно было отвернуть два винта, потом аккуратненько отклеить краешки планочек, приподнять и стянуть эту колодку. Затем подклеить и завернуть два винта. Соединение коммутационной платы со стрингами также необходимо переделать, для чего удалить эти колодки, открутив эту плату. Эта плата не приклеена, поэтому её просто приподнять и стянуть. Ну и, соответственно, после удаления соединительных колодок нужно вместо них напаять проволочные перемычки по всем местам соединения этих плат. И также, соответственно, коммутационные платы с платой драйвера. Вот монтаж закончен, теперь можно проверить в работе вашу подсветку. Как видно, всё светится. Ну и не лишним будет добавить, что необходимо доработать плату драйвера подсветки с целью уменьшения тока. Экран будет светиться немного темнее, но подсветка проработает гораздо дольше после этой доработки. Для стабилизации тока подсветки в драйвере телевизора Philips предусмотрены резисторы обратной связи с номером R056 по номер R061. Их здесь 6 штук. На заводе предусмотрена регулировка небольшой яркости подсветки установкой дополнительных резисторов с возможностью установки перемычки. Они здесь номиналом по 82 Ом. Но эта регулировка совершенно минимальная. Была здесь одна перемычка, которую я разорвал. И 4 резистора по номиналам по 10 Ом. Один резистор был удалён. Теперь я продемонстрирую, насколько меняется яркость подсветки. И с ним, и без него. Вот эта яркость без резистора. Вот эта яркость с резистором. Она более высокая. Вот это без. Хочу предупредить, что удалённый резистор токового драйвера я подставлял обратно только с целью демонстрации изменения яркости подсветки. Делать это совершенно не обязательно, потому что легко можно этим действием повредить сам драйвер. На этом ремонт завершён. Подсветка прекрасно светится. И остаётся только собрать телевизор. Всего вам хорошего. Удачных ремонтов. И буду рад, если это видео кому-то станет полезным. Субтитры создавал DimaTorzok